Если вам нужно утеплить и отделать лоджию, положить ламинат, устроить подиум в квартире, смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона, установить дверь-купе, произвести другие отделочно-строительные работы, то вы можете сделать заказ по телефону 8903-689-3623. Антон Павлович Чехов. Выигрышный билет. Читает Геннадий Постригаева. Иван Дмитриевич, человек средний, проживающий семьей 1200 рублей в год и очень довольный своей судьбой, и как-то после ужина сел на диван и стал читать газету. — Забыла я сегодня газету поглядеть, — сказала его жена, убирая со стола. — Посмотри, нет ли там таблицы тиражей? — Да, есть, — ответил Иван Дмитриевич. — А разве твой билет не пропал в залоге? — Нет, я во вторник носила проценты. — Какой номер? — Серия 9499. Билет 26. — Так-с-так-с-так-с, посмотрим. 9 499 и 26. Иван Дмитриевич не верил в лотерейное счастье и в другое время ни за что не стал бы глядеть в таблицу тиражей, но теперь от нечего делать, и благо газета была перед глазами, он провел пальцем сверху вниз по номерам серий. И тотчас же, точно в насмешку над его неверием, не дальше, как во второй строке сверху, резко бросилась в глаза цифра 9499. Не поглядев, какой номер билета, не проверяя себя, он быстро опустил газету на колени и, как будто кто плеснул ему на живот холодной водой, почувствовал под ложечкой приятный холодок, и щекотно, и страшно, и сладко. — Маша, 9 499 есть, — сказал он глухо. Жена поглядела на его удивленное, испуганное лицо и поняла, что он не шутит. — 9 499? — спросила она, бледнее и опуская на стол сложенную скатерть. — Да-да, серьезно, есть. — А номер билета? — Ах, да, еще номер билета. Впрочем, постой, погоди. Нет, каково, все-таки номер нашей серии есть, все-таки, понимаешь... Иван Дмитриевич, глядя на жену, улыбался широко и бессмысленно, как ребенок, которому показывают блестящую вещь. Жена тоже улыбалась. Ей, как и ему, приятно было, что он назвал только серию и не спешит узнать номер счастливого билета. Томить и дразнить себя надеждой на возможное счастье — это так сладко, жутко. — Наша серия есть, — сказал Иван Дмитриевич после долгого молчания. — Значит, есть вероятность, что мы выиграли. Только вероятность, но все же она есть. — Ну, теперь взгляни. — Ну, постой, еще успеем разочароваться. Это во второй строке сверху. — Значит, выигрыш семьдесят пять тысяч. Это не деньги, а сила, капитал. А вдруг я сейчас погляжу в таблицу, а там двадцать шесть. — А? Послушай, а что, если мы в самом деле выиграли? Супруги стали смеяться и долго глядели друг на друга молча. Возможность счастья отуманила их. Они не могли даже мечтать, сказать, на что им обоим нужны эти семьдесят пять тысяч, что они купят, куда поедут. Думали они только о цифрах девять тысяч четыреста девяносто девять и семьдесят пять тысяч. Рисовали их в своем воображении. А о самом счастье, которое было так возможно, им как-то не думалось. Иван Дмитриевич, держа в руках газету, несколько раз прошелся из угла в угол и только когда успокоился от первого впечатления, стал понемногу мечтать. — А что, если мы выиграли? — сказал он. — Ведь это новая жизнь, это катастрофа, билет твой. Но если бы он был моим, то я, прежде всего, конечно, купил бы тысяч за двадцать пять, какую-нибудь недвижимость, вроде и менее. Тысяч десять на единовременные расходы, там, новая обстановка, путешествия, долги заплатить и прочее. А остальные сорок тысяч в банк под проценты. — Да, и менее это хорошо, — сказала жена, садясь и опуская на колени руки. — Где-нибудь в Тульской или Орловской губернии? Ну, во-первых, дачи не нужно, во-вторых, все-таки доход. И в его воображении затолпились картины одна другой, ласковей, поэтичней, и во всех этих картинах он видел себя самого сытым, спокойным, здоровым. Ему тепло, даже жарко. Вот он, поевший холодный, как лед окрошки, лежит вверх животом на горячем песке у самой речки или в саду под липой. Жарко. Сынишка и дочь ползают возле, роются в песке или ловят в траве козявок. Он сладко дремлет, ни о чем не думает, и всем телом чувствует, что ему не идти на службу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А надоело лежать, он идет на сенокос или в лес с грибами, или же глядит, как мужики ловят неводом рыбу. Когда садится солнце, он берет простыню, мыло и плетется в купальню, где неспеша раздевается, долго разглаживает ладонями свою голую грудь и лезет в воду. А в воде, около матовых мыльных кругов, суетятся ребятишки, качаются зеленые водоросли. После купания чай со сливками и со сдобными кренделями. Вечером прогулка или винт с соседями. — Да, хорошо бы купить имение, — говорит жена, тоже мечтая, и по лицу ее видно, что она очарована своими мыслями. Иван Дмитриевич рисует себе осень с дождями, с холодными вечерами и с бабьим летом. В это время нужно нарочно подольше гулять по саду, огороду, по берегу реки, чтобы хорошенько озябнуть, а потом выпить большую рюмку водки и закусить соленым рыжиком или укропным огурчиком и выпить другую. Детишки бегут с огорода и тащат морковь и редьку, от которой пахнет свежей землей. А после развалиться на диване и не спеша рассматривать какой-нибудь иллюстрированный журнал, а потом прикрыть журналом лицо, расстегнуть жилетку, отдаться дремоте. За бабьим летом следует хмурое, ненастное время. Днем и ночью идет дождь, голые деревья плачут, ветер сыр и холоден. Собаки, лошади, куры — все мокро, уныло, робко. Гулять негде, из дома выходить нельзя. Целый день приходится шагать из угла в угол и тоскливо поглядывать на пасмурные окна. Скучно. Иван Дмитриевич остановился и посмотрел на жену. — Я, знаешь, Маша, за границу поехал бы, — сказал он. И он стал думать о том, как хорошо бы поехать глубокой осенью за границу, куда-нибудь в Южную Францию, Италию, Индию. — Я тоже непременно бы за границу поехала, — сказала жена. — Ну, посмотри номер билета. — Да постой, погоди. Он ходил по комнате и продолжал думать. Ему пришло на мысль, а что, если в самом деле жена поедет за границу? Путешествовать приятно одному, или же в обществе женщин легких, беззаботных, живущих минутой, а не тех, которые всю дорогу думают и говорят только о детях, вздыхают, пугаются и дрожат над каждой копейкой. Иван Дмитриевич представил себе свою жену в вагоне со множеством узелков, корзинок, свертков. Она о чем-то вздыхает и жалуется, что у нее от дороги разболелась голова, что у нее ушло много денег. То и дело приходится бегать на станцию за кипятком, бутербродами, водой. Обедать она не может, потому что это дорого. — А ведь она бы меня в каждой копейке усчитывала, — подумал он, взглянув на жену. — Билет-то ее, а не мой. Да и зачем ей за границу ехать? Чего она там не видела? Будет в номере сидеть, да меня не отпускать от себя. Знаю. И он первый раз в жизни обратил внимание на то, что его жена постарела, подурнела, вся насквозь пропахла кухней, а сам он еще молод, здоров, свеж, хоть женись во второй раз. — Ну, конечно, все это пустяки и глупости, — думал он. — Но зачем бы она поехала за границу? Ну, что она там понимает? А ведь поехала бы, воображаю. А на самом деле для нее, что не Аполь, что Аклин, все едино, только бы мне помешало. Я бы у нее в зависимости был. Воображаю, как бы только получила деньги, то сейчас бы их по бабье под шесть замков от меня будет прятать. Роднее своей будет благотворить, а меня в каждой копейке усчитает. Вспомнил Иван Дмитриевич родню. Все эти братцы, сестрицы, тетеньки, дяденьки, узнав про выигрыш, приползут, начнут нищенски клянчить, масленно улыбаться, лицемерить. Иван Дмитриевич припоминал своих родственников и их лица, на которые он прежде глядел безразлично, казались ему теперь противными, ненавистными. — Это такие гадины! — думал он. И лицо жены стало казаться тоже противным, ненавистным. В душе его закипала против нее злоба, и он со злорадством думал. — Ничего не смыслит в деньгах, а потому скупа. Если бы выиграла, дала бы мне только сто рублей, а остальные под замок. И он уже не с улыбкою, а с ненавистью глядел на жену. Она тоже взглянула на него, и тоже с ненавистью и со злобой. У нее были свои радужные мечты, свои планы, свои соображения. Она отлично понимала, о чем мечтает ее муж. Она знала, кто первый протянул бы лапу к ее выигрышу. — На чужой-то счет хорошо мечтать, — говорил ее взгляд. — Нет, ты не смеешь. Муж понял ее взгляд. Ненависть заворочилась у него в груди, и, чтобы досадить своей жене, он назло ей быстро заглянул на четвертую страницу газеты и провозгласил с торжеством. Серия 9499, билет 46, но не 26. Надежда и ненависть обе разом исчезли, и тотчас же Ивану Дмитричу и его жене стало казаться, что их комнаты темны, малы и низки, что ужин, который они съели, не насыщает, а только давит под желудком, что вечера длинны и скучны. — Черт знает что! — сказал Иван Дмитрич, начиная капризничать. — Куда ни ступишь, везде бумажки под ногами, крошки, какая-то скорлупа. Никогда не подметают в комнатах. Придется из дома уходить, черт меня подери совсем. Уйду и повешусь на первой попавшейся осине. ВИНТ В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходившие из дежурной комнаты, были ярко освещены. — Неужели они до сих пор с отчетом возятся? — подумал Пересолин. — Четыре их там дурака и до сих пор еще не кончили. Чего доброго люди подумают, что я им и ночью покоя не даю. Пойду подгоню их. — Остановись, гури! Пересолин вылез из экипажа и пошел в правление. Парадная дверь была заперта, задний же ход, имевший одну только испортившуюся задвижку, был настежь. Пересолин воспользовался последним и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена, и Пересолин, взглянув в нее, увидел нечто необычайное. За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего боже избави, фальшивых монетчиков. Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт. Судя же по всему тому, что услышал Пересолин, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное и таинственное. В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звездулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина. — Как же ты это ходишь, черт голландский? — рассердился Звездулин с истервенением, глядя на своего партнера визави. — Разве так можно ходить? У меня на руках был Дорофеев, сам друг, Шепелев с женой, да и Степка Ерлаков. А ты ходишь с Кофейкина, вот мы и без двух. А тебе бы и садовая голова с Паганкина ходить. — Ну и чтоб тогда вышло, — окрысился партнер, — я пошел бы с Паганкина, а у Ивана Андреевича Пересолин на руках. — Мою фамилию к чему-то приплели, — пожал плечами Пересолин. — Не понимаю. Писулин сдал снова, и чиновники продолжали. — Государственный банк. — Два казенная палата. — Без козыря. — Ты без козыря? — Хм, губернское правление — два. Погибать так погибать, шут возьми. Тот раз на народном просвещении без одной остался. Сейчас на губернском правлении нарвусь, а плевать. — Маленький шлем на народном просвещении. — Не понимаю, — прошептал Пересолин. — Хожу со стацкого. Бросай, Ваня, какую-нибудь титуляшку или губернского. — Зачем нам титуляшку? Мы пересоленным хватим. — А мы твоего Пересолина по зубам, по зубам. У нас рыбников есть. Быть вам без трех. Показывайте Пересолиху. Нечего вам ее каналью заобшлаг прятать. — Мою жену затрогали, — подумал Пересолин. — Не понимаю. И, не желая доли оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если бы перед чиновниками явился сам черт с рогами и хвостом, то и он не удивил бы и не испугал их так, как испугал и удивил их начальник. И явись перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговори он им гробовым голосом. — Идите за мной, ангелы, вместо, уготованное канальем. И дыхни он на них холодком могилы, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав Пересолина. У недоехого от перепугу даже кровь из носа пошла, а у Кулакевича забарабанило в правом ухе и сам собою развязался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царила тишина. — Хорошо же вы отчет переписываете, — начал Пересолин. — Теперь понятно, почему вы так любите с отчетом возиться. Что вы сейчас делали? — Мы только на минутку, вашество, — прошептал Звездулин. — Карточки рассматривали, отдыхали. Пересолин подошел к столу и медленно пожал плечами. На столе лежали не карты, а фотографические карточки, обыкновенного формата, снятые из картона и наклеенные на игральные карты. Карточек было много. Рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих подчиненных, знакомых. — Какая чепуха! Как же вы это играете? — Это не мы вашество выдумали. Сохрани бог. Это мы только пример взяли. — Объясни-ка, Звездулин, как вы играли? — Я все видел и слышал, как вы меня рыбниковым били. — Ну, чего мнешься? Ведь я тебе не ем. Рассказывай. Звездулин долго стеснялся и трусил. Наконец, когда Пересолин стал сердиться, фыркать и краснеть от нетерпения, он послушался. Собрав карточки и перетасовав, он разложил их по столу и стал объяснять. — Каждый портрет вашества, как и каждая карта, свою суть имеет, значение. Как и в колоде, так и здесь пятьдесят две карты и четыре масти. Чиновники казенной палаты черви, губернское правление трефы, служащие по Министерству народного просвещения бубны, а пиками будет отделение Государственного банка. — Ну-с, действительные статские советники у нас — тузы. Статские советники — короли, супруги особ четвертого и пятого класса — дамы, коллежские советники — валеты, надворные советники десятки и так далее. Я, например, вот моя карточка — тройка, так как, будучи губернский секретарь, — Ишь ты! А я, стал быть, туз. — Трифовыс, а ее превосходительство — дамос. — Хм, это оригинально. А ну-ка, давайте сыграем, посмотрю. Пересолин снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели по его приказанию, и игра началась. Сторож Назар, пришедший в семь часов утра мести дежурную комнату, был поражен. Картина, которую увидел он, войдя со щеткой, была так поразительна, что он помнит ее теперь даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспамятстве. Пересолин, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Недоеховым и, держа его за пуговицу, говорил. — Пойми же, что ты не мог с Шепелева ходить, если знал, что у меня на руках я сам четвертый. У Звездулина Рыбников с женой, три учителя гимназии, да моя жена. А у Недоехова банковцы и три маленьких из губернской управы. Тебе бы нужно было с Крышкина ходить, с Крышкина. Ты не гляди, что они с казенной палаты ходят, они себе на уме. — Я, вашество, пошел с титулярного, потому думал, что у них действительный. — Ах, голубчик, да ведь так нельзя думать, это не игра, так играют одни только сапожники. Ты рассуждай. Когда Кулакевич пошел с надворного губернского правления, ты должен был бросать Ивана Ивановича Гренландского, потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна сам третий с Егор Егорычем. Ты все испортил. — Я тебе сейчас докажу. Садитесь, господа, еще один роберт сыграем. И у славшей удивленного Назара чиновники уселись и продолжали игру. ДАЧНИКИ 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 «Хорошо», — говорила жена. — Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок, как милы эти солидные молчаливые телеграфные столбы. Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там где-то есть люди, цивилизация. А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда? — Да. Какие, однако, у тебя руки горячие. Это от того, что ты волнуешься, Варя. — Что у нас сегодня к ужину готовили? — Окрошку и цыпленка. Цыпленка нам на двоих довольна, а тебе из города привезли сардины и балык. Луна точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами. — Поезд идет, — сказала Варя. — Как хорошо. Вдали показались три огненных глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни. — Проводим поезд и пойдем домой, — сказал Саша и зевнул. — Хорошо нам с тобой живется, Варя. Так хорошо, что даже невероятно. Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи. — Ах-ах! — послышалось из одного вагона. — Варя с мужем вышла нас встретить. Вот они, Варенька, Варечка, ах! Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показалась полная пожилая дама и высокий, тощий господин с седыми бачками. Потом два гимназиста, навьюченные багажом. За гимназистами — гувернантка, за гувернанткой — бабушка. — А вот и мы, а вот и мы, дружок! — начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. — Чай заждался? Небось, бронил дядю за то, что не едет. — Коля, Костя, Нина, Фифа, дети, целуйте кузена Сашу. — Все к тебе, всем выводкам. И денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним. Ты, пожалуйста, без церемоний. Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина. Он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяло. Балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду. Кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят. Тетушка целые дни толкует о своей болезни, с литерой боль под ложечкой и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих. И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей. — Это они к тебе приехали, черт бы их побрал! — Нет, к тебе! — отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. — Это не мои, а твои родственники. И, обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой — Милости просим! Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась. Казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое отчаянное лицо и сказал, придавая голосу радостное благодушное выражение. — Милости просим, милости просим, дорогие гости! Если вам нужно утеплить и отделать лоджию, положить ламинат, устроить подиум в квартире, смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона, установить дверь-купе, произвести другие отделочно-строительные работы, то вы можете сделать заказ по телефону 8903-689-3623.